Просторные и светлые помещения нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Елшанка полностью готовы к приему пациентов. Получены лицензии, выкрашены стены, проведены коммуникации, предусмотрена и система отопления, благодаря которой даже в ненастную погоду внутри тепло. Конечно, мы очень ждали и очень рады появлению ФАП в селе Елшанка. Мы очень довольны. Очень красивые здания, теплые, чистые. Современный медпункт местные жители ждали несколько лет. С тех пор, как старый совсем обветшал. Обращаться за помощью в основном приходилось в райцентр. Новые кабинеты полностью отвечают стандартам, рассказывает фельдшер Светлана Мужикова. Со слов специалиста, за 35 лет работы медицина на селе заметно улучшилась. Ушли мы со старого ФАПа. За это благодарны всем, потому что там было аварийное состояние, очень холодно, работать было тяжело. Зимой больше 14-15 градусов не поднималось температурный режим. Но здесь сейчас уютно, хорошо. В новом здании у заведующей есть свой кабинет для приема пациентов, процедурное, санузел и место для хранения медикаментов. ФАП и сельчане смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться и получать первичную медико-санитарную помощь. Если понадобится обследование, фельдшер выпишет направление в районную больницу. ФАП, который работал ранее, находился в тяжелом состоянии. Администрация района, больница. Мы тратили большие деньги для того, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии. Но все равно работать там было очень сложно, поскольку и холодно было, и само здание трескалось, находилось в плохом состоянии. Конечно, такой ФАП позволит реализовать многие-многие наши задумки. Условия оказания медпомощи оценил и глава региона Алексей Русских. Губернатору сельчане рассказали о новых задумках. Речь о благоустройстве прилегающей территории. Как сойдет снег, местные выйдут на субботник, посадят деревья и кустарники. Всего же в этом году региональный Минздрав планирует открыть фельдшерско-акушерские пункты в семи районах области, среди которых Новомалыклинский, Индинский и Чердоклинский. Улучшать качество медицинской помощи на селе помогает нацпроект здравоохранения. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Управда ТВ. Из Ульяновского района. Субтитры создавал DimaTorzok